Людям этой закалки спокойная жизнь не подходила. Они были созданы для того, чтобы либо править как тираны, либо подчиняться как рабы. Эти казаки Малороссии в итоге растворились в основной массе населения. Напротив, казаки Дона, Жаика Урала и Центральной Азии. Киргизы или черкесы сохранили свой первоначальный татарский элемент, все они немного певцы, так же как и великороссы московиты, с которыми они едины этнографически. Необходимо различать казаков, о которых только что шла речь, и казаков Малороссии, не только казаков Дона, Урала и Центральной Азии, но и тех, кто известен как запорожские казаки по месту своего проживания, на водопадах порогов Днепра. Запорожские казаки были казаками только по имени. Это было скопление крестьян-русинов Украины, Подолия и Волыни, которые бежали от притеснения своих сеньоров, а также дворян тех же земель, скрывавшихся от закона. Настоящие казаки-туранцы-черкесы также находились в рядах этих банд, но преобладающим был славянский элемент. Запорожцы не терпели женщин среди своих и набирали людей из новых беглецов. Вот черта, которая хорошо их характеризует. Когда у них появлялось немного денег, они направлялись в соседние города, быстро все проматывали, и прежде чем снова вернуться к бродячей жизни, они, одетые в одежду тех горожан, за которых себя выдавали, окунались в бочки дегтя, затем облачась в свои старые одежды, возвращались к своей дикой свободе. Именно они служили инструментом истребления дворянства, собственников и евреев Украины во время Барской конфедерации. Я уже говорила, что несмотря на зверство, здесь преобладал славянский элемент. Нужно отметить, что истинные казаки, присоединившие Малороссию к Московии, всегда презирали запорожцев, а те, в свою очередь, отказались подчиниться правительству священной Московии. В конце концов, завоеванные Екатериной II, запорожцы были переселены на Кубань, Кавказ. Там их заставляли жениться, и они составили Черноморское казачество. Теперь видно, какую ошибку совершают историки, выводящие всех казаков из запорожцев. Мадам Северина Духинская до замужества Жоховская, польская поэтесса, писательница, либретист, публицистка, переводчица, почетный член антропологического общества в Париже и географического общества, член антропологического общества Парижа. Запорожцы пишут письмо султану. Илья Репин. Секретарь тут грамотной татарины.